Ариару, мои маленькие любители, покушайте числа 42, и это великолепная Факторио с модом на Кроссторио 2. Ну и как я люблю это говорить, и всегда об этом говорю, с момента прошлой записи произошли какие-то грандиозные изменения. И как я уже говорил, я проведу очень много времени за кадром, так в принципе оно и произошло. Наша база продолжает немножечко урбанизироваться и разрастаться в различные стороны. Из основных изменений, тут у меня появился цех синими схемами, и я уже практически все подготовил для дальнейших и последних наших изучений, которые мы можем здесь производить вместе с вами. А именно, мы уже с вами приблизились к тому, чтобы производить вот эти самые карты буквы С. И мы уже практически с вами на финале игры. Также за кадром у меня были здесь выведены, как я и говорил, как я и обещал уже давным-давно, различные пути отходов. То есть у нас вот эти вот все схемы выводятся сюда, допустим, вот эти вот литиевые батарейки, вот эти вот электродвигатели, которые участвуют у нас в создании различных карт. И когда поезд здесь ездит, у нас никаких проблем абсолютно нету с тем, чтобы создавать эти самые карточки. Ну и давайте создавать. Я уже за кадром произвел небольшие расчеты и выяснил, какое необходимое количество всего и вся нам нужно для того, чтобы нормально все производилось. Моя цель сейчас как раз таки создать вот эти вот табилизаторы материи, которые нужны нам для вот этих карт сингулярности. Для них нужны и синие микросхемы, которые я уже здесь создаю, которые я здесь за кадром вывел. Пластины и мерсита, у нас в принципе их дофига, и мы их давно уже здесь производим. И как раз и вот эти вот блоки управления энергии, которые мы с вами делали в прошлой серии. Правда для них мне пришлось гораздо увеличивать масштабы. Мне пришлось сделать еще парочку схем с вот этими самыми, где они у нас находятся. В конструкции малой плотности у меня здесь есть цех, то есть у нас раз цех и два цех этих самых конструкций малой плотности. И все равно, как ни странно, вот этого всего количества не хватает для бесперебойного снабжения нас этими самыми вот этими вот блоками управления энергией. Но если закрыть глаза на все происходящее, то можно сделать вывод, что нам в принципе в таких масштабах это все не нужно. Поэтому если сделать небольшую скидку, то я думаю, что все облагоразумится у нас. Вот здесь вот получается таким образом становится 20 сборочных автоматов, но нам для всего нужно всего их 12. Сделаю я здесь больше над запасом и по-любому на них всех не будет хватать необходимых материалов. Просто те автоматы, которым не будет хватать материалов, они не будут этого производить. И если их здесь будет больше, то ничего страшного на самом деле и не будет. И в итоге вот таким вот образом у нас успешно пошли стабилизаторы материи. Но этого нам будет мало, и нам нужны станции стабилизации. То есть нам нужно эту материю еще стабилизировать. Я правда, если честно, не особо понимаю суть, зачем это все нужно, но допустим. Но производятся они в достаточно быстром формате, но так скажу, что уже хорошо. Там написано, что их нужно 3, но я на всякий случай сделаю чуть побольше. Все пошло заряжаться. У нас уже заряженные стабилизаторы появляются. Замечательно. Осталось лишь мне только все это безобразие вывести в поезд, чтобы это все у нас собиралось именно на нашу станцию. Вернее, к нашей вот этой вот системе, где у нас и будет все это производиться и собираться. Но я не уверен, если честно, то что мне 4 штук хватит. По-моему, очень даже не хватит, если честно. А, ну да, все правильно. У меня же здесь вот 3 штуки рассчитано на 12 вот этих вот сборочных автоматов. А у меня здесь их 40. 10 штук нам нужно этих станций зарядок. Сейчас будем исправлять. И, конечно, тут не 10, но зато это более-менее сейчас симметрично смотрится. Я лучше сюда по ускорителю запихаю на всякий случай, чтобы точно все это перерабатываться успевало. Ну вот, теперь я верю, что этих зарядочных станций здесь будет хватать. И теперь мне нужно сделать поезд, который будет дополнять все эти заряженные стабилизаторы в нашу базу. Хотя бы какое-то маленькое количество у нас загрузилось, это хорошо. И теперь мне нужно здесь сделать такую же примерно станцию, как и здесь, но которая, в свою очередь, будет отвечать за то, чтобы у меня на базе были эти самые заряженные ядра. Пока она там строится, пока дроны там пытаются что-то сделать, мы как раз и поедем и будем разбираться со всем остальным по мере поступления проблем. Станция готова. Сейчас сюда последние элементы у нас подвозятся. И первая разгрузка должна была начаться, но, к сожалению, тут еще не довезли манипуляторов. Но сейчас подвезут и будет все хорошо. Заряженные стабилизаторы материи у нас уже есть на базе. Все хорошо, и дроны уже имеют к ним доступ. Получается, что у меня осталось здесь? Три завода с картами пустыми технологическими. Хорошо. Но я думаю, что вот такого схемы будет тоже достаточно, что потом ускорителями мы это все разгоним и не пережевываем за эту сильную тему. Мне нужны самые командовые компьютеры, по идее, и все. И да, таким образом у нас получается все готово. И мы просто берем и делаем. Технологические карты у нас пошли. Также пошли ядра ИИ, которые я с недавних пор вывел себе. На технологическую шину базы. Теперь они тоже поглощаются нашими квантовыми компьютерами, которые сейчас меняют рецепт на букву С. И последний ингредиент. Я думаю, ничего зазорного не будет, то что они будут доставаться из синего сундучка нашего с помощью дронов. Как раз заряженные ядра материи. Сейчас дроны должны сюда начать это подносить. Тут недалекое расстояние, и они совсем у нас справятся. И звук, который мы сейчас вместе с вами слышим, это звук производства самых первых, последних карт, вообще, которые доступны нам благодаря модификации Crosstorio 2. Они уже здесь складируются успешным образом. Но я хочу сначала, помимо складации, еще и на поезд. Все пускать, конечно же, первым делом. Летит, посмотрите, летит наш поезд в ожидании первых карт, которые мы погрузим. Сейчас немножечко в ручном режиме. У него очень много карт, и уже, в принципе, все карты, которые нам нужны в дальнейшем, то есть максимально последних производств, здесь уже готовы. Здесь лежат также зеленые и синие, но, блин, к сожалению, они не нужны по ходу производства. Я не понимаю, хоть убейте, почему так происходит. По-моему, это большое упущение от создателей модификации. Мне кажется, нужно было сделать так, чтобы все карты, которые только производились, они были бы доступны в плане производства. Но, увы, не я создатель модификации. Я бы сделал совершенно по-другому. Но отталкивайся от того, что имеем. И в итоге карты типа S пошли у нас складироваться в наш поезд. Замечательно. И отправляем его обратно на станцию. Сейчас у нас начнет курсировать между всеми станциями, которые нам нужны в плане производства, благодаря чему нам становятся доступны все, абсолютно все изучения. Можно было бы с чего-нибудь попроще начать, но нам, в принципе, надо много что изучать. Ну, во-первых, у нас здесь есть как бы броня, которую мы могли бы с вами сделать, и, в принципе, было бы несложно. Силовая броня Mark IV. Нам изучать в любом случае все. Производство у нас есть. Мне очень интересно много здесь фичей, которые нам доступны на пастгейме. Например, реактор на антиматерии, что это такое, межгалактический передатчик. Насколько мне придется ждать, прежде чем вот это все безобразие у нас изучится, историю, конечно, умалчивает. Но я надеюсь, что у нас все пойдет по наилучшему сценарию. Так, почему? Ага. Все, у нас первый процентчик побежали. И наши первые технологические карты уже загрузились в сингулярные лаборатории наши. И они все в увеличенном масштабе начали все производство. Мне ничего другого не остается сейчас, как только бегать, налаживать производство, и вдруг что у нас пойдет не по плану, вдруг что и вдруг чего у нас начнет не хватать. И мы сразу же должны будем в таком варианте что-то быстро исправлять. Я вот, например, уже нашел изъян в нашем плане. У нас здесь не хватает конструкции малой плотности почему-то. Хотя, кажется, они у нас производятся, но почему-то их резко стало не хватать. Из-за нехватки пластика. А пластика я вообще вижу, потому что у нас большие проблемы с ним. Я даже догадываюсь, почему. Пластик у нас производится вот здесь вот. И просто не хватает производственных мощностей по пластику. Это единственная проблема, почему не хватает. Я думаю, у нас просто закончилась попутка, которая здесь производится. И просела попутка у нас из-за того, что жила, которая была у нас здесь, которая очень нам долгое время добывала нефть, закончилась. Здесь осталось каких-то маленьких 3 миллиона, что вообще по факту ни о чем. И скоро нам придется, наверное, переезжать отсюда. Я вот, да, уже вижу то, что нефти здесь не хватает. Я, пожалуй, сделаю так, чтобы у нас поезд здесь курсировал У нас же здесь уже есть танцы с нефтедобычей И все нормально Пусть курсируют, пусть развлекаются И как раз нам нужно с этим пластиком проблемы здесь порешать Я мог бы, на самом деле, если так подумать Просто взять и отсюда пластик вывести Но не знаю, насколько это релевантно будет в данной ситуации Если просто я закину сюда ускорители И все это успешно уже работает Просто, если быть честным, я не хочу сейчас данным заниматься Поскольку тут просто очень вот это вот жило с углем мешается Как-то ее переносить, что-то думать по этому поводу Очень неохота, если честно Все, теперь с пластиком более-менее проблем нет И нормально конструкции малой плотности должны побежать А с другой стороны, зачем мне вообще добывать сюда пластик Если я могу сюда просто конструкции малой плотности вывести Которые у нас, опять-таки, здесь в больших объемах делаются Времени база разрастается просто до таких масштабов Что за всеми производственными процессами уследить просто нереально И все микроконтролить просто до мелочей Если просто это не выходит вообще ни в каких вариантах У меня здесь с давних пор есть уже немножечко азотной кислоты Которая мне сейчас очень пригодится в создании вот этого силовой брони Mark IV Правда, для этого мне придется, наверное, все навесное с этой брони снять, конечно, да Кстати, вот как раз она у нас изучилась И сейчас у нас все это должно доставиться в ускоренном варианте, я надеюсь И начнется производство нашей любимой брони По сравнению с предыдущим тиром она должна быть просто невероятной Я не знаю, что туда еще можно уместить, у нее размер все-таки 12 на 12 У нас же было всего 10 на 10 Следующее, что мы я вижу и изучаем, это планетарный телепорт Путник навигации, планетарный телепорт Мгновенная транспортировка между двумя точками поверхности То есть я через орбиту смогу переправлять различные ресурсы между двумя объектами Это просто телепортация, ну не знаю, это по-моему как-то читерно Даже несмотря на то, что я все-таки прошел для этого игру Все равно телепортация в любом его проявлении кажется мне читерной И вот наша силовая броня Mark IV уже готова В принципе, что мне не нравится и что к минусам я могу отнести То, что у нас в принципе моделька персонажа никак не меняется В зависимости от этой самой брони Хо-хо-хо-хо-хо Это невообразимо, офигеть Зачем такие масштабы, куда? Я разместил все, что было у меня в предыдущей броне И у меня еще осталась куча слотов Куда это все? Зачем? Я не знаю, это просто безумие какое-то Я смотрю, производство у нас буквально зашкаливает Еще чуть-чуть и нам не будет хватать производства Неужели это из-за работы лабораторий Которые сейчас просто трудятся на полную мощность здесь? Или из-за чего? Просто куда так много энергии уходит? Понятно, что часть энергии жрут термоядерные реакторы Но не всю же энергию, правильно? Все, у меня успешно здесь термоядерка пошла Еще одна работа Теперь, надеюсь, проблем по электроэнергии У меня все-таки не будет здесь Проблем у меня оказалось больше, чем я думал И все у меня в итоге, как ни странно Я вообще этого не ожидал на самом деле Упирается в нехватку обработанного иммерсита Именно вот этого вот иммерсита Который идет в очень маленьких количествах И всего этого цеха То есть у меня были, да, какие-то накопления Но этого мало оказалось В связи с чем, мне пришлось еще такой же цех Строить вот здесь вот Но в этом же цеху я использовал немножечко другую систему А именно я использовал здесь, вы можете посмотреть Продвинутые химические заводы И мне кажется, получилась схема гораздо компактнее, чем вот здесь вот Но не знаю, почему-то у этой схемы есть все-таки свой шарм Таким образом, пока я это все строил У меня практически изучили все исследования И по идее вот этот вот лазер МК 4 уровня Является самым последним изучением, которое мне здесь доступен Помимо всего, я также занимался здесь немножечко фильтрацией воздуха Пришлось воду все утилизировать И с новым добавлением факторио Мне пришлось еще извлекать из вот этих самых факельных труб В которых я сжигаю вот эту самую воду Камень И камень уже потом дробить Не самая приятная, конечно, система Но тем не менее Зачем, правда, это было добавлено Хотя, в принципе, наверное, надо было убрать систему сжигания труб Но разработчики это не фиксят Значит, это легализовано Значит, эта система имеет право на жизнь Если верить в факторио.ком Мод в Кроссторио 2 То для постройки мегабазы Нам нужно, по идее, активировать Межгалактический передатчик Ну а вот как раз межгалактический передатчик Это вот это вот вандуриное и есть Для него как раз нужны вот эти вот блоки управления энергией Значит, сейчас давайте его и активировать В принципе Только почему мне странно Не пишет нигде вот то, что его нужно построить Его нужно активировать для конца игры Это очень странно Здрасте Межгалактический передатчик Ой, какой ты большой, здоровый Беспонтовый по-любому Ты дышь Необходимо не менее 15 гигаватт энергии Даже так То есть просто тебе нужна энергия И просто я тебя поставил И ты дышь Ага, понятно Значит, просто мне нужно сделать побольше энергии Это вообще не проблема Я думаю, я здесь еще себе кучу размещу термоядерных реакторов И на этом попробуем как-то выжить У меня сейчас 3 штуки вырабатывают максимум 4 гигаватта То есть мне нужно их разместить реально большое количество И нужно гигантское количество воды в таком случае Но я думаю, этого источника нам хватит Так что из него и будем черпать все необходимое Он, получается, будет кушать всю у нас электроэнергию Которая у нас нигде не используется Он, в принципе, у нас заряжается То есть проценты тут должны идти Но не идут они Потому что у нас, в принципе, этой электроэнергии Которую мы ему выдаем очень мало Я надеюсь, что я правильно понял Так, примерно такое количество реакторов Я очень надеюсь, что мне будет хватать и топливо Я нашел систему, где можно рассчитать Необходимое количество всего и вся Для того, чтобы питать реакторы Я здесь разместил 8 реакторов Для 8 реакторов нужно ставить 8 химических заводов Или 1 продвинутый Хорошо, давайте поставим здесь вместо 2 этих Просто 1 продвинутый завод и все Но вопрос с тяжелой водой Сколько нужно ее всего? Всего 96 заводов электролиза Супер! Хорошо, что, в принципе, здесь воды не нужно Не так много для этих заводов Сейчас надо будет потом заняться их расстройством У меня получилось на данный момент запустить 6 этих термоядерных реакторов С учетом того, что у меня здесь всего 1 продвинутый Получается, завод до сих пор работает Всего 1 И у меня здесь, конечно же, не 96 необходимых нам заводов электролиза Но они постепенно строятся Вся проблема в том, что их просто у нас нету необходимых Так же, как паровых турбин, которые здесь у нас находятся Они у нас там все-таки производятся Сейчас мне только нужно наращивать заводов электролиза Для того, чтобы необходимое количество тяжелой воды у нас здесь было Хотя, я смотрю, в принципе, ее нам пока хватает Но, насколько продлится у нас вот это вот состояние пока, не знаю Давайте посмотрим, что у нас с передатчиком Я все-таки в 2 раза увеличил количество энергии у нас Производимые всего 11 гигаватт пока что производятся Это маловато Но, тем не менее, да, все равно недостаточно энергии Хорошо, без проблем Тогда мы делаем здесь еще термоядерных реакторов Мне, получается, остается только подключить эти самые реакторы к воде И, по сути, это будет все Я количество заводов электролиза расширил, но их все равно маловато Я думаю, они рано или поздно у нас все-таки произведутся Хотя, если верить карте, то они как бы у нас где-то есть Ладно, пусть производятся, пусть доставляются, пусть строятся Пошли, наши реакторы здесь производятся И нам все равно не хватает электроэнергии Ну, наверное, потому что здесь все-таки не доставлены турбины Возможно, поэтому, а возможно, еще по какой-то причине Но, тем не менее Если так подумать, то можно было бы вообще исхищриться И попробовать замутить ядерный реактор Но он по размеру гораздо больше Тема его гораздо сложнее Но хотя его, с другой стороны, просто нужно разместить и забыть У меня есть в системе где-то производство ядерных топливных элементов Давайте на всякий случай его здесь разместим где-нибудь Я точно уверен, что у меня переработка топливных элементов есть А вот насчет производства я не уверен Но теперь я уверен, что оно есть у меня И его хватит нам А значит, мы можем здесь где-нибудь себе разместить И ядерный реактор Я его нашел где-то на просторах Википедии Факторевской И давайте его где-нибудь разместим Не знаю, насколько это будет эффективно И явно он будет менее эффективным, чем вся вот эта вот система Вместе взятая Но я думаю, вот здесь вот ее разместить Чумбы нет Так понял, первый запуск почему-то должен быть у этой системы вручную У меня потому что она по-другому не захотела запускаться Ну ладно Я ее сейчас запустил, и она сейчас начала разогреваться Это хорошо И по идее она должна начинать скоро у нас производить электроэнергию В маленьких масштабах Поскольку у нас все паровые турбины, которые здесь возможно, еще не размещены Но процесс должен уже пойти Опа Паровые турбины запустились Они начали производить И смотрите, у меня обеспечение больше, чем 15 мегаватт Но этот жрет 9 гигаватт Я подозреваю то, что мне в любом случае нужно будет больше размещать термоядерников Потому что вот этого всего маловато Очень маловато Он пытается Я его разместил, и он пытается У меня иногда 19 гигаватт проскакивает И он пытается что-то воспроизвести Но ему все равно не хватает Из-за того, что это не постоянно А не постоянно это из-за того, что иногда энергии не хватает Иногда не хватает топливных элементов, которые здесь у нас воспроизводятся Это очень печально Нужно сейчас еще какое-то время для того, чтобы это все организовать Не знаю, что бы я делал, если бы вода была не бесконечной Это было бы невозможно, наверное Для справки Я здесь разместил максимальное количество этих термоядерных реакторов Я знаю то, что по подсчетам Этого не хватит И в принципе вот этого вот Топливных элементов Блин, реальное производство не хватает нам Нам нужно большее здесь количество тяжелой воды Но того количества, которое у меня есть сейчас И производства вот этого должно хватить На то, чтобы прозорщик, межгалактический передатчик нам активировать Но, опять-таки, это мои предположения, мои догадки И как будет на самом деле, я не знаю Я разместил межгалактический передатчик Он начал процентники собирать И в принципе нам пока хватает Стоит, ага Я так понимаю, когда он сбивается в ноль У него проценты слетают, да? Хорошо В моменты прошлой прозы я не знаю, настолько много времени пришло Но были изменены очень много что Я построил здесь в итоге два ядерных цеха получается Я полностью отменил и полностью перестроил здесь систему подачи топлива Которая была здесь организована А именно просто здесь поставил обычные сундуки снабжения и выгрузки И не стал мудриться с этой логикой, которая была непонятна здесь И в общем не работала В итоге все замечательно у меня здесь работает Также небольшое количество солнечных панелей увеличил я здесь На нашем восточном побережье Итого у нас получается сейчас энерговыработка составляет 25, ну грубо говоря 26 гигаватт С учетом того, что у нас сейчас часть этой энергии тратится на то, чтобы поддерживать сами с собой термоядерные эти самые станции К сожалению я вынужден констатировать то, что термоядерников нам тут было не хватало А это все связано с тем, что у нас не хватало трития, который нам необходим для выработки этого самого топлива Для этого мне пришлось сделать тут небольшую схему, которую и производил бы нам сам тритий Ведь раньше у нас просто происходилось это в одиночном режиме А теперь у нас все-таки какой-никакой для этого цех есть и замечательно Вырабатываются постепенно третьевые топливные элементы И постепенно, потихонечку все у нас идет и нарастает Мне это не может конечно же не радовать И нам же остается ожидать, когда же закончится эта шкала прогресса 99, 100 Ха-ха-ха, даже долезь Почему-то до 20% шло нормально, а потом как-то резко хоп и прогресс остановился Но главное, кнопочка активировать появилась и тыдыщ Мда А почему нельзя было сказать до этого, что это все бабахнет, блин, а? Полбазы меня развратило, засранец, блин Ладно, но это конец игры 144 часа потрачено было в этом мире Примерно в два раза больше, чем самая моя первая игра Мы конечно же можем дальше продолжать Что, простите? Нет, он не все у меня разрушил, посмотрите, просто все покоцал Разрушил только то, что было поблизости Я так понимаю, создал еще много загрязнений Но у меня дроны починят рано или поздно А то, что он говорил до этого, я не понял вообще ни капли А что мне с этим делать? Типа, я вот делал и все Межгалактический передатчик Я отправляю, получается, какие-то данные в космос И на этом все? А, нет, не на этом не все Посмотрите, он нам вырабатывает энергию Активированный межгалактический передатчик взамен на все наши нужды вырабатывает энергию Или он вырабатывает нам энергию как аккумулятор? Непонятно пока что Очень странный момент Я буду благодарен любому комментарию, который вы оставите мне под этим видео Я думаю, потихонечку на этом потрясающем моменте Наше все прохождение великолепного моду Красторио будет подходить к концу Это был длинный путь Не знаю, по какому именно сценарию пойдет выпуск данных видеороликов Но они записываются очень заранее Я безумерно благодарен всем и каждому, кто прошел этот длинный чернистый путь вместе со мной Ну, если это финальная серия, то обычно принято в конце подводить какие-то итоги Ну, а какие здесь можно подвести в принципе итоги Это одна из самых гигантских баз, которые я строил за все мое время игры в Факторио И, наверное, одна из самых долгих играющих здесь баз Вот Факторио после прохождения оставил только самые приятные впечатления Мне он безумно понравился Он добавляет, мне кажется, кучу контента, которого нету в оригинальной игре Ну и кучу на самом деле не нужно Ну и, возможно, играя я с более сложными кусаками Все-таки я ими бы пользовался Допустим, если бы я использовал моторампа Также я бы пользовался большей частью этого самого вооружения, которое здесь добавлено Мне очень не хватало, допустим, каких-то электродвигателей дополнительных Которые ускоряли бы локомотивы Не хватало, если честно, каких-нибудь более серьезных локомотивов Допустим, иммерситовых, которые здесь как бы подразумеваются Но их все же здесь нету Но на самом деле это, в принципе, и печально И этого очень сильно не хватает, если честно Но, тем не менее, больше все-таки положительных эмоций, чем негативных И, пожалуй, тогда на этом все Толь долгое прохождение Наверное, одно из самых долгих по времени затратных прохождений на моем канале И я еще раз скажу спасибо всем и каждому, кто был со мной и смотрел до этого момента, до этой серии Ну, и в таком случае это, пожалуй, все Всем спасибо, что смотрели У микрофона было, как всегда, ваш покровный слугам Амору И это гигантский межгалактический передатчик На этом все Всем удачи, всем пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok